Чаще у меня на приеме бывают пациенты, у которых переломы рук, ног идут с детства. Это называется хрустальные дети. Природа описана хрустальных детей у нас в учебнике грибковой инфекции. Называется кандидный остеомиелит позвоночника. Вот здесь у меня история болезни, когда у нас начало проблем в костной ткани начались в 10 лет. Два поколения мамы и ребенок, а у бабушки имелась проблема, бабушки уже нет, грибкового воспаления в виде рака крови. И поэтому, если мы знаем, что у ваших родственников есть какие-то заболевания наследственные, связанные с онкологией, надо быть внимательным к структуре своей костной ткани, чтобы она не повреждалась. Поэтому на УЗИ мы можем видеть у ребенка, у мамы и у бабушки дегенеративно-дистрофические изменения костной ткани, конкретных позвонков, какой у нас страдает прежде всего от грибкового воспаления область кишечника, такие позвонки у маленького повреждаются. На данный момент у маленьких повреждается прежде всего воспаление в желудке, грибковое после приема антибиотиков, это шестой грудной позвонок. Поэтому у ребенка начинается сколиоз, повреждаются у ребенка и шейный отдел позвонков, как мы вот здесь имеем. Это проблема воспаления на слизистых верхних дыхательных путей. Продукты воспаления попадают в лимфу, лимфа лежит на сосудах, из которых кровоснабжаются позвонки. Качество позвонка у нас изменяется. Поэтому, если мы с вами поддерживаем состояние иммунитета достаточно, чтобы скушались споры кандиды, вот здесь мы с вами видим поглощение спор кандиды нашими иммунными клетками, то мы тогда говорим, что тело контролирует ситуацию с грибами, и мы не будем иметь повреждения костной ткани в виде кандидного стемилита, который у нас пойдет. Либо привычный вывих сейчас, проблема костной ткани ножек, либо проблема у нас рук, и это может быть проблема даже пальчиков у маленьких детей. Мы говорим, хрустальные кости в случае повреждения их грибковым воспалением, который идет на слизистых от носа до ануса. И вот тут главный защитник у нас, наша иммунная клетка. Если удается тысячи лимфатических узлов, разбросанных по всему телу, закровоснабжать как следует, они родят нам активную иммунную клетку, которая справится с любым воспалительным процессом. Так как детки с воспалением у нас наоборот и с переломами укладываются и не двигаются, мы имеем дальнейшее снижение иммунитета, потому что они просто подвижность потеряли, они в гипсе лежат, да? Поэтому растирание тела здесь самый удивительный метод, который позволяет активировать иммунные клетки и не иметь все дегенеративно-дистрофические изменения в тканях, которые мы с вами имеем из-за того, что не отработали состояние иммунной системы, не провели ее, защелачивание. Вот поэтому защелачивание плюс движение позволяет активировать иммунитет противогрибковый, а стало быть, сохранить кость нужной структуры. Удачи вам!